Наверняка многие берчани встречали по утрам в микрорайоне мужчину, который круглый год в любую погоду шагает с голым торсом. Если летом это ни у кого не вызывает удивления, то в холодное время года увидеть подобное не просто удивительно, но и странно. Александр Гончар большую часть своей жизни посвятил занятиям физкультурой и спортом, а в последние три года активно увлекается закаливанием. По словам берчанина, после подобных утренних прогулок и занятий на свежем воздухе чувствуешь себя бодрее. Стал лучше чувствовать себя, стал лучше чувствовать. Практически не болею, практически не болею. Все это стороной проходит и мне это есть желание. Сегодня вот пришел супруга, холодно ты, почему опять раздетый. Ну для меня это желание страшное. Много читал, литературу читал, по этому вопросу смотрел. Ну я считаю, пришел к выводу, что это чисто индивидуально должен. Да, нужно почитать, нужно посмотреть, но прислушиваться к своему организму. Потому что все мы разные люди и все эти научные выкладки каждому не подойдут. Специалисты отмечают, что закаливание приемлемо для любого человека, то есть им могут заниматься люди любых возрастов, независимо от степени физического развития. Закаливание повышает работоспособность и выносливость организма. Медицинских противопоказаний от закаливания нет, исключая острые лихорадочные заболевания. Глубоко ошибочно мнение, что закаливающие процедуры противопоказаны ослабленным людям, уверены врачи. Определенные противопоказания есть в каком плане. В период температуры заболевания это, конечно, является абсолютным противопоказанием. Клин клином не выбивает, только ухудшает состояние. Ряд заболеваний тоже нужно с осторожностью, особенно там, где степень закаливания высокая, так называемая экстремальная. Закаливание наряду с такими, так сказать, мероприятиями, как правильное питание или здоровое питание, постоянная физическая активность, режим дня является составным элементом здорового образа жизни. Введение здорового образа жизни, систематические занятия физкультурой и спортом позволяют чувствовать себя бодрее каждый день. И, как поется в известной песне, от всех болезней нам полезней солнце, воздух и вода. Дорогие берчаны, у нас уникальный город. Кругом вода, лес. Поэтому я предлагаю по 25 минут, но каждый день и у вас поднимется настроение, здоровье. Я вас люблю. Продолжение следует...